Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть. Сезон заготовок в самом разгаре и сегодня предлагаю вам рецепт, пожалуй, самой вкусной и самой простой кабачковой икры. Отмечу, что у меня на канале уже есть два рецепта данного блюда. По одному рецепту икра делается в рукаве в духовке, по другому традиционным способом, но с добавлением болгарского перца и чеснока. Все ссылки на рецепты смотрите под описанием к видео, там же вы найдете список ингредиентов для сегодняшней, самой вкусной и самой любимой икры. Итак, кабачки у меня молоденькие, свежие только что с грядки, поэтому я их не очищаю, а вы действуйте согласно ситуации. Отрезаю края, затем разрезаю пополам и далее режу достаточно крупными кусочками. Перекладываю в кастрюлю и отправляю на умеренный огонь. Под крышкой довожу до кипения и варю 20-25 минут. Морковь, разумеется, почистила, она у меня не очень крупная, поэтому разрезаю ее вдоль на три части и затем такими кусочками. Можно порезать кубиками или соломкой, главное небольшими кусочками. А вот очищенный лук напротив режу достаточно крупно. Кстати, ссылку на рецепты домашних заготовок на зиму вы сейчас видите в правом верхнем углу. Половину порции растительного масла выливаю на сковороду, высыпаю морковь и хорошенько обжариваю. Конечно, степень обжарки на ваше усмотрение, но лично я зажариваю очень хорошо, прямо до золотистой корочки. Таким же образом обжариваю лук. Можно это делать параллельно с морковью на разных сковородках. Затем добавляю к луку концентрированную томатную пасту и размешиваю. Обжариваю вместе в течение нескольких минут. При этом нужно непрерывно помешивать и можно убавить огонь, чтобы паста не сгорела. Тем временем кабачки почти готовы. Их, кстати, нужно также периодически помешивать в процессе варки. Выкладываю к кабачкам обжаренную морковь, лук с томатной пастой, сахар, соль. Я беру крупную каменную, размешиваю, накрываю крышкой и варю до готовности всех овощей. Обычно на это уходит минут 20, но в данном случае, конечно, лучше ориентироваться не на время, а на степень готовности. Все овощи должны быть очень мягкими. Когда овощи будут полностью готовы, добавляю 2 столовые ложки обычного 9% уксуса и черный молотый перец по вкусу. Я беру чайную ложку. После этого при помощи погружного блендера превращаю все в однородную кремообразную массу. Не должно остаться никаких кусочков. При необходимости периодически отключайте блендер и давайте ему остыть. Далее снова накрываю крышкой и после повторного закипания даю покипеть минут 10-15, периодически помешивая. Раскладываю икру по чистым стерилизованным сухим банкам. Замечу, что в общей сложности от момента закипания кабачков, икра у меня варилась примерно 1 час 15. Немного потрясу банку, чтобы убрать пустоты и накрываю кипяченными крышками. Завинчиваю. Баночки я обычно не переворачиваю, просто ставлю и накрываю покрывалом. Держу так до полного остывания примерно сутки и убираю на хранение. Посмотрите, какая нежная, бархатистая, кремообразная икра. И к тому же очень густая, что называется ложка стоит. И отмечу, что лично на мой вкус, чем лучше поджарены морковь и лук, тем икра вкуснее. Кстати, в итоге у меня получилось 3,3 литра икры. Друзья, чтобы сохранить этот рецепт, не забудьте поставить лайк, а также обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть и смотрите другие рецепты заготовок на зиму и не только. Желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.